Музыка Крестьянские хозяйства губернии, многие годы ориентированные на растения и водство, делают ставку на развитие мясного и молочного животноводства. В помощь им областная программа «Мы побываем в Сергиевском районе». Православные песнопения звучат в эти дни в главном храме Сызрани. Послушать серебряного призера хоровых олимпийских игр в Австрии приходит много желающих. Биржа ярмарка молодежных инновационных проектов прошла в Кенельском районе. В Самарской губернии продолжается реализация масштабной программы по развитию животноводства. В ее рамках область осуществляет централизованные закупки маточного поголовья крупного рогатого скота и передачу его сельхозпредприятиям, фермерам и владельцам личных пособных хозяйств с последующим выкупом сроком до 5 лет. Такой поддержкой уже воспользовались три хозяйства Сергиевского района. Уже привыкли к новому дому 100 коров в предприятии «Колос», работающем на территории села Кармала Аделякова. Помещение, где ранее содержалась техника, при некоторых вложениях преобразовано в достаточно теплый коровник с глубокой подстилкой, где соблюдены все ветеринарные требования. И пока, по оценке районных специалистов, хозяйство, ранее занимавшееся исключительно земледелием, справляется весьма неплохо. Настрой положительный. То есть, если раньше у нас зимой мы часто уходили просто в отпуск, все вместе, потому что, ну, как таковы работы в России на острове заканчивались, ремонт заканчивали, то сейчас, как сказать, в связи с появлением отрасли животного острова, часть людей будет работать всю зиму. То есть, это и занятость населения, это нагрузка. Ну, нагрузка, значит, и работа, и зарплата. Порода животных была выбрана казахская белоголовая. Она отличается своей неприхотливостью, хорошей акклиматизацией в степной зоне с ее характерными морозами. Мясное направление стало более предпочтительным из-за меньших затрат на подготовку помещений и оборудования для содержания животных, чем в случае с молочным стадом. Теперь уже животноводческое предприятие «Колос» можно поздравить и с почином. На днях произошел первый отел. На свет появился здоровый теленок, уже набравший вес около 20 килограммов. Сейчас с поголовьем работают два человека – механизатор и работник по уходу за животными. Далее будут наняты дополнительные специалисты, включая ветеринарного врача. Еще когда планы были, было некоторое недоверие, но сейчас, как привезли, народ уже повеселел. Сегодня кормами предприятие обеспечено полностью. Около двух тысяч рулонов сена, а также на полную потребность запасены и концентрированные корма. Так с полной готовностью хозяйство начинает новый виток своего развития. Весьма важный, как для села Кармала-Деляково, так и для всего района. Екатерина Фарисей-Ермакова, Константин Макаревич, телекомпания «Радуга-3», Сергеевский район. Перспективные проекты развития Кенельского района в седьмой раз представила ставшая здесь традиционной биржей ярмарка молодежных инновационных проектов под названием «В моем селе моя судьба». На участие в ней было подано 16 заявок, объединенных общей темой юбилея родного района. Как показала практика шести предыдущих ярмарок, все грантовые средства ребята направляют на благоустройство родных сел и решение самых насущных проблем поселений. Назначение биржи не изменилось, однако тему жюри все же конкретизировало. Свои проекты ребята должны были посвятить 85-летию Кенельского района. Призовой фонд для тройки лидеров составил 45 тысяч рублей. Уважаемые участники, я желаю вам быть такими же творческими не только в школе, но и во всей своей жизни, быть неравнодушными к своему району, делать все, чтобы жизнь на территории нашей земли стала более комфортной, более удобной. Юбилейную тему ребята учли. Большинство проектов были направлены на повышение имиджа района, закрепление памяти о выдающихся людях села, открытие широкой аудитории малоизвестных исторических мест. Целый ряд школ выбрали тему создания или развития музеев. Сколковская ассоциация добровольцев решила вспомнить и возродить исконные традиции и оформить русскую горницу. А вот новосарбайские школьники пошли дальше и предложили идею виртуального музея. Также создать историко-краеведческие экспозиции в своих селах изъявили желания ребята из Домашки и Октябрьского. В Алакаевке выдвинули идею создания книги памяти. А вот георгиевцы решили сами творить историю. Нам хотелось бы указать свою уникальность и создать свой символ. На гербе изображен шлем. Он символизирует защиту. И то, что у нас покровитель георгиевки – это Георгий Попедоносец. Целых пять проектов развития своей территории представили ребята из поселка Кенельский. Над темой благоустройства бок о бок работали и школьники, и молодежный совет поселения. Идеи простирались от чистки и ремонта сельских колодцев до грандиозной задачи строительства и оформления местного парка отдыха. С детской и спортивной площадками, а также сценой и танцполом. Среди социокультурных проектов бизнес-план был в единственном варианте у чуговцев. К юбилею Кенельского района они предложили оформить сувениры-магниты с видами исторических и культурных мест села и муниципалитета. Когда мы проводили опросы, выяснили, что большая часть из поездки приводят люди-магниты. И они напоминают им о том, как отдыхали, там хорошо было. Елена Грошева, Николай Лямин, телекомпания «Междуречья», Кенельский район. В Нефтегорском районе во второй раз прошел конкурс «Ученик года-2012». В нем учитывались способность к наукам, лидерские качества, активность и творческий потенциал участников. Я считаю, что ученик года должен быть человеком, который готов выйти во взрослую жизнь. Активным, веселым, добрым, находчивым, целеустремленным, но естественно умным. В конкурсе приняли участие молодежная элита, активисты и лидеры ученического самоуправления, творчески одаренные ученики образовательных учреждений района. Я считаю, что у каждого участника есть шанс победить в этом конкурсе. Я уверен, что все готовились, репетировали, у каждого есть своя группа поддержки, все переживают. Районный этап конкурса проходил во два тура. В заочном туре жюри оценивало портфолио участников. В очном ребята показывали творческую презентацию, проводили мастер-класс «С меня начинается новая школа». Необычными и увлекательными были задания. Они требовали особого мышления, находчивости, а порой и юмора. Силы всех участников оказались почти равными. Сложно было победить. И все-таки ученик школы номер один Чернов Артем набрал самое большое количество баллов. Я очень рад своей победе и благодарен всем, кто мне помогал. Моим учителям, моим родителям, моим очень любимым одноклассникам. Было очень много достойных соперников. Я очень сильно волновался и безумно рад своей победе. Наталья Памурзина, Анна Несмеянова, телекомпания «Нефцигорск». В Кельчеркасах выбирали «Женщину года». В этом году заявок на участие в районном конкурсе было значительно больше, чем в предыдущие. Среди претенденток на высокое звание и женщины-матери, и профессионалы своего дела разных возрастов, и опытные, и молодые. Лечить людей она мечтала с детства. Поступить в медучилище получилось не сразу. Но это только усилило ее желание стать фельдшером. После учебы вернулась в родное село Новые Ключи. Трудится здесь уже больше четверти века. За это время случалось всякое. Однажды даже пришлось принимать роды в дороге. Без фельдшера просто не может быть жизненной силе. Мультимитер, конечно, замечательный человек, отзывчивый, добрый. Всегда придет в трудную минуту и на помощь. Безотказный человек. Да, она и назначит. Даже врач у нас редко. У нас в месяц два раза всего. И вот пока его нет, она и назначит, укол, и все правильно. И сама сделает. И сама все сделает. Все. Умница. В Новых Ключах живет много людей пожилого возраста. Те, которые без помощи врача обходиться уже не могут. У кого сердечко прихватит, у кого давление шалит. Разбросан. Например, я даже не знаю точно, но где-то километров пять, наверное, у нас разбросано. У нас есть врач общей практики. Он приезжает делать назначение. Вот я выполняю его назначение. Хожу на даму лежачим больным делом, транспортабельным. Потом сама назначаю, делаю, хожу так же. Хожу по вызовам. Но вызовы у нас в любое время. Дни и ночи. Поступил новый вызов. Владимир Евгеньевич из дома выходит редко. Он инвалид второй группы. Сегодня в очередной раз почувствовал себя плохо. Свою спасительницу ждет терпеливо. Для нас доктор – это как мать родная. В любое время придет, в любое время, когда не позвонишь, она всегда здесь. Валентина Дмитриевна не просто замечательный доктор, но и неравнодушный к чужим проблемам человека. Именно поэтому она избрана депутатом в местное собрание представителей. Узнав об очередном конкурсе «Женщина года», все жители «Новых ключей» единогласно заявили, что их фельдшер – самый лучший. И об этом должны знать все жители района. Наталья Лисухина, Алексей Коврегин, 51-й канал, Искинель, Черкасс. Город Кенель на время стал центром литературной жизни. Здесь собрались десятки юных любителей поэзии и прозы. В городской центральной библиотеке прошел шестой межмуниципальный конкурс чтецов, посвященный прошедшему году российской истории. Давно известно, как велика роль лирического слова, способного проникать в тайны человеческой души. Но, к сожалению, в настоящее время молодежь уделяет недостаточное внимание литературе и поэзии в частности. Хотя об участниках конкурса юных чтецов этого сказать нельзя. Любовь к литературе у них уже не отнять. В подобных конкурсах я участвовала уже второй раз, именно в конкретном. Также я посещаю многие другие конкурсы. Не вся молодежь уделяет внимание литературе, но такие люди есть. И они дают литературе процветать, жить. Ну, полюбил литературу, как только начал ее изучать. Мне понравилось учить стихи, проходить разных поэтов в России и зарубежья. Несмотря на волнение, ребята держались достойно. Со сцены звучали произведения великих поэтов. За самые запоминающиеся выступления победителям конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. Екатерина Будкова, Юрий Сущих. Телеканал «Надежда». Город Кенель. Юноши Жигулевского выясняли, кто из них сильнее на традиционном турнире по боксу под названием «Память», который на протяжении трех дней проходил в Доме молодежных организаций. В нем приняли участие около 70 спортсменов. Традиционная процедура открытия турнира, парад участников, чествование родственников погибших чемпионов и тренеров Жигулевской школы бокса, гимн страны. И вот уже первый гонг возвещает о начале соревнований. Среди участников в основном местные боксеры, хотя есть и спортсмены из городов Самарской и Ульяновской областей. Среди почетных гостей самый титулованный боксер нашего города Олег Саитов. Как обычно, бои проходят в разных возрастных группах и весовых категориях. Везде свои фавориты. Хотя бокс часто преподносит сюрпризы. Например, Жигулевец Егор Яшин считается перспективным спортсменом и определенно рассчитывал на медаль. Но я ни одного боя не проиграла. Егор до этого выиграл 12 встреч. Каково же было его удивление, когда в 13-й он уступил своему сопернику. В последний день турнира прошли финальные встречи и самая приятная процедура – церемония награждения. Значки кандидатов в мастера спорта по боксу получили трое воспитанников Жигулевской школы бокса. Алексей Митин, Олег Полников, Анастасия Чернякова, телеканал ФТВ Жигулевец. Выступления в Казанском соборе для муниципального хора многолетия уже стали традиционными. В 16-й раз хоровой коллектив пригласил всех на благотворительный рождественский концерт православной музыки. Вообще выступление в Казанском соборе – это огромная радость. Здесь не только акустика, тут все. Вот как говорят на Руси, намаленный зал, намаленный собор. Я думаю, близкие духовные произведения, но написанные светскими композиторами, в дальнейшем включать в наш репертуарный список. В репертуаре коллектива серебряного призера хоровых Олимпийских игр в Австрии православное песнопение трех минувших столетий. И каждый раз духовная музыка, прочувствованная и исполненная вживую, звучит по-особому наполненно и торжественно. Зритель получает духовное наполнение, такое успокоение души происходит, такое моральное, душевное спокойствие. В нашей суетливой жизни это очень важно, потому что мы торопимся, все куда-то непонятно бежим. А здесь спокойствие, можно подумать о высоком, о духовном. Услышать духовную музыку в соборе в исполнении многолетия любители хорового пения смогут не только в рождественские дни, но и на Пасху. Ну и, конечно, муниципальный хор будет выступать на мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Сызрани. Мария Ефанова, Сергей Инкин, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрань.